Сложенный в Великой Баску, да, гореть, и на иску ходить, да, тут положить, ты пойдешь на первый день, а я за войну, там, ходить, ну, так, надо, так, пойду, вот, ходил на иску, подевает, высоко, подевает, ну, как, да нет у него никаких, каких-то, настроений, антилесаратов, ну, я шутка всех ломалась, А чего же он тогда не прикасается? Я говорю, Библию прочитал. Как, Библию прочитал? Да, и до Христа дочитался. Дочитался. Ну, тогда, что понятно. Она говорит, что в Руси известное дело, кто Библию прочитает и до Христа дочитается, как его Игнатия Тихоновича, с него уже резонных поступков спрашивают бесполезно. Поэтому мы, как Игнатия Тихоновича, я всех убеждаю, относитесь к нему, как к однодуману. Человек, который до Христа дочитался, и теперь он может делать все, что хочет. Полную свободу во Христе. Вадыка, благословите слово сказать. Да. Однажды, 7 глава, 37 стих Евангелия от Иоанна, мы считаем, Христос возгласил, то есть не просто говорил, а громким голосом. Кто жаждет камней и ей пей? У того из жрева потекут летней воды живой. И сия сказал о Духе Святом, Которой вере принят. Пояснение дается. Обычно пояснение мало. Я хотел сказать о том, знаем ли мы эту воду? Сколько времени проводим мы? Или телевизором, в интернете, по пустикам, переписываемся, говорим. И когда разговариваем с Богом? Разговаривать с Богом, это мы молимся. Бог нам отвечает через Слово Своё. И вот это надо научить, молиться надо научиться и восстановить эту связь. Этому посвящена полностью одна книга на земле, Святая Библия. В ней названия нет, только Библия. А Библиос это книги по-клинически. Книги, библиотека, книга, хранилища. Жюри нарушали счастлив забор. И написано, книга судьи, Бог предавал их врагам. Они каялись, и снова Бог возвращал их. Опять сколько лет были под новым вождем, опять грешили и опять. Анатолий говорит, не за грех Бог судит, а за нераскаянность. Какое бы ни случилось падение, Бог ждет покаяния. Странно для нас, что разбойник вошел первый. Ну, почему же не апостол, это специально нам дает, значит, никаких преград нет. В Господе все. Евреи были в плену и вышли оттуда с несмертным сокровищем. Говорят, а какое очень большое. Они научились слушать. А этому надо много учиться. И они стали строить синагоги. А синагоги, их нет ни одного слова в Ветхом Завете. А это школы. И они открыли эти школы. И мы знаем, это слово будет заставлено Господом. Это перейдет к нам. Ученость нужна, но в той степени, когда она не противоречит Слову Божию. Почему? Называя себя мудрами, обезумевле. Дальше Слово Божие говорит. И слава не тлен, а о Богом уменили то и другое. Сегодня что, на что надо обратить внимание? Самое главное, первоначальное азы. Мы ходили на несколько от Емпархии занятий. И там что? Господь Достоевского. Я люблю, он уважаемый. Но Слово Божие выше. Почему он сказал, в одном наражении, что если Христос и истинно несовместимы, лучше предпочитаю остаться со Христом, чем остаться, чем с истиной. В этом все. Ну, надо знать истину. Истина, 14, 6, Иоанна Гриотиана. Господь Достоевский, путь истины и жизни. И вот мы считаем, по Слову Божие, ответы, когда задают. Мне пришлось однажды выступать в Доме ученых Новосибирский Академий Городок. Я сказал, а зал, огромный такой большой зал, там в основном академики, профессора. Я говорю, вот эта книга, показа, отвечает на все вопросы, кроме одного. Ну, как это может быть? Я говорю, давайте, три вопроса. Один встал и говорит, я докажу сейчас, что это не так. У меня вот Библия в руках, и все прочитаю. Потом я узнаю, он ходит в баптисты, профессор. И он говорит, я говорю, ну, а вы задайте мне три вопроса. А я стою на ка, за капитрой. Вы сможете тогда перед налогом встать и сказать, что вы не правы? Конечно. Ну, первый вопрос задал легкий. Второй, очень трудный был вопрос. Я только 30 мест в Писании показал, как это совместить. И третье, он говорит, я виноват. И вышел. Я говорю, а почему вышел? Ему просто неудобно. Библия отвечает на все жизненные вопросы. И главное, она отвечает, для чего жизнь дана. Самый краткий афоризм, для чего жизнь дана, цель жизни, Матабилов и Скат, дал ему Сарафим Саровский. Стижание Духа Святого. А где? Об этом вот очень много говорит Исааки. Исааки говорит много. Вот, в которые люди это понимали. Они опускались в такие глубины, что об этом человеке я даже читал. Вот такой архиепископ Брюссельский Василий. И он говорит, Феофан Затворник. Когда дошел до Семена Богослова, он перестал переводить. Я тоже не знал. Узнал только от этого архиепископа, ссылающегося на Феофана Затворника. Что если сейчас по меркам его жить, мы все просто признаем, мы безбожьи, мы неверующие. Как приходить к причастию, как готовиться. Больше них я насчитывал все 12 томов, 5 томов добротолюбия. Когда дошел до этих трудов, я насчитывал так полтора часа, без перерыва считаю сворожением, как Бог дал мне, а тут больше 20 минут я не выдержал. Надо считать сворожением, а у меня силы иссякают. Я готов упасть. Специально вода, с медом, я на 20 минут выключался. И тогда Павел начинал говорить. Нам показана вершина не христианской этики, а христианского водительства Духом Святым. Это Бог открывает. Я поразговариваю сколько с именовистами. Ну, преподаватели знают все. Они почти ничего не знают. Учатся только о правде, любое безумие, любое беззаконие церковое. Я говорю, а почему так? Не знаю. Ну, Христос пришел к своим, свои не приняли. Ну, посчитай. Первая глава Евангелия от Иоанна. Мы читаем об этом. Пришел к своим. Как могли они так просчитаться, что учили его, ждали. И не один день, и не два. Фактически 5508 лет дороже всего было. Христос пришел, и не приняли. Они не знают. Я говорю, дело в том, что они нарисовали образ Хреста такой, какой не сходился в реальности. Он на белом камне римское, вот еще стоит. Сбросит, не сеяли время. Царство. Они понимали, буквально это все. А оказалось, царство внутри. И это не пища и питье, но что там говорится? Радость, праведность. Все в Святом Духе показывает. Мир в душе. И вот сегодня приходящих, первые людей, я тут не вижу одного человека. Вот он у нас пришел. Он уже 70 лет, ему из 50-ти. Была наша первая встреча. И по милости Божьей, если ничего не изменится, он готов к крещению. Почему? Благодать Духа человека поднимает и отверзает. Вот об этом мы должны думать. Они что сказали безбожники, какие они там сделки делают с мирской властью, а они ответят за себя. Мы ответим за себя. Вот у меня спрашивают, а какое ваше отношение там к Путину, другое? Я говорю, то, которое Бог указал. А какое? Молитесь за старе и насчастующее. У меня есть в письменном виде благодарность от Рамзана Ахматовича Хадырова, от Александра Григорьевича Лукашенко. Если кто не знает, я свое мнение говорю. Я считаю, лучшего президента нет в Европе, а может во всем мире. Я говорю о Лукашенко. И все, что против него говорят, и что делает ложь на сто процентов. Причем доказать даже не надо. Я в течение пяти минут это докажу. Я темой этой занимаюсь. А почему же мусульманина хвалить? Он христианин готовый, ему не хватает христа только. Смотри, какой он комплекс, храмы построил, все православных открыл. Он закрыл ворота. Ни одного взрыва, нигде нет захвата заложников. А он сурово поступает, там убийцничает. Он знает, что делать. На кем командуешь? На свои? А ему сколько идут оттуда? Вот он допрашивает. Пятнадцать человек убийц одновременно. Не сорок, пятнадцать. Захватили. Он всех родителей нашел, родители садят. И все это у него снимается. За что вы меня хотите убить? Ну ты же говорил вот это. Мещать построена. Ты ни разу не сходил в молитву. Теперь я имею полное право убить вас. Выстрел уже, рука на крышке стояла. Что вы делаете? Вы что можете дать лучше народу? А я загадку загадываю. За время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Миллионов. Говорят, это официально, неофициально, намного больше. И есть один глава администрации в Российской Федерации, который запретил аборты и подвел под уголовную статью. Ни один еще не сказал. Я говорю, Рамзан Ахматович Кадыров. Вот посмотри, когда у него там женщины, которые заседали, говорят, такое. Платочка все сидят. У нас сидят все без платков. А почему же спадка, значит, не молится. Ну, тут все такое. Если вот человек галстук носит, а потом галстук снял, обязательно расстегнуты. Это я узнал устав масонов и увидел. Однажды я в масонский, в окошко смотрел к ним, в масонский дом, в их храм. Мы должны знать. Вот сейчас сегодня боятся. И нет ни пандемии, ничего нет. Есть страх, превышающий царь для пандемии. Что нужно сделать? С кем надо жить быть? 24 глава Матфея, 21 Луки говорит. Никого не бойтесь с нами, Господь. Что сделает мне? Он касается горам, горы дымятся. Вот какой-то страх. Везде надо вакцинировать все. Это ваше дело. Потому что вы свою жизнь определили, до двух лет дальше не пойдет. Одно знай. Слово Божие. Неси людям, те, которые ничего не знают. А меня слушать не будут. Мне пришлось быть в разных местах. Я говорю, знаете, этот Павел Бачков, доктор богословия, он профессор юридический, выступает и говорит. Ну, Игнатий говорит, проходит, там по-разному. Но тысячи людей, которые пришли, куда вы глядете? Определенно и четко. Это Господне дело. Человеку нельзя это сделать. А какой ты принадлежишь? А кто над вами епископ? Вопросы задают люди, которые никакому не принадлежат. Вот ты пришел к нему, отстоял, ушел. Ты покажи дела. 2.18, откройте Якова. Он говорит так. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру из дел моих. А дела что такое? Город на вершине горы. Может и укрыться. Что-то надо. Я в тайну сделал там другое. Но когда проповедуешь, тайны нет. Наоборот. Зато он за тебя ничего один не сумеет. Несите слово, слышно оно для других. Я призываю тех, кто здесь. Прямо призываю. Библию в руки возьмите. И будьте благовестниками. Мне никто не навелил в это. Раньше, когда ничего нигде не было, я находил атеистические брошюры. А там ссылки делались. Осип Абад Александр Александрович был такой. Мне нравится. Профессор в духовном семинаре Академии. Он в богоступе делался. И бывает написана фраза из Библии. Я не знаю, что цифры значит. А на другой тоже попадать. Я две брошюры покупал, вырезал, чтобы совместить. Я искал. Где Слово Божие? И когда мне 27 сентября 1962 года в 17.00 дали Библию, А хозяева обеды стали. Зашли сейчас полчаса. Мне никто ни слова не говорил. Я уже считаю шестую, кажется, главу Нагорной проповеди. Иван Григорий Попея. У меня только одно желание появилось. Встать на колени. Для меня зазвучали не буквы, а слова свыше. Я не слышал это. Я ощутил, что со мной заговорил Бог. Я не знал. Мать сказала, что нельзя пионеры вступать, комсомол. Нельзя там то-другое делать, материться. Мне 82 года, 10 июня. Я даже мать не сказала. Мне одной таблетки не съел. Я ни разу на морде пищу не наделал. Я подумал. Я подумал, и Бог услышал. А почему? Что любишь? У нее крючок заброшен. Я любил бабушек. Вот они какие-то забиты. Там вытолкнули. Она сидит, просит. А у меня стипендия 26 рублей. 6 за квартиру, 20 мои. Те деньги были. Хоть кусочек хлеба дать. И бабушка сошел на берег, в кино пошел. Корабль стоит на рейде. А лодственский катерок бегает нас, возит. И она несет сумки. Бог же все, вымерло. Я даже не знаю. Я сразу кинулся. Я говорю, давай понесу. И первый вопрос. Баба, у вас где-нибудь молятся люди? Она говорит, а вот кто-то здесь. А там, я не знал, что. Не восьмиконечное. А кто-то здесь. Я не знаю, говорит. Но молятся здесь. Оказались баптисты. Латыши и русское собрание. Ну, мне Бог давал знание языков. В то время я свободно говорил на немецком. И в собрании проповеди, говорил английский. Занимался на семи языках. А латышский где-то у меня за три с половиной месяца. Освоил его. Я говорю, я не понимаю, как не понимаю, а по-латышски со мной говорить. А, тут русские есть. Я зашел там на горное проповедь, вышли нитками булины. Блаженный, блаженный. Я слово блаженный не знаю. И вот здесь началось. Когда у меня один из них стал, Михаил Еремеев, пригласил к себе. А у меня ум набиты фильмами, то другое. Я вижу, они черненькие, невысокого роста. Вот еще на Борском был фильм. А я вижу, какая табуретка. Я как ахнул в окно и выскочил. Они черненькие такие. Я захожу один раз и накрючу дверь. Она открывалась у них. А я живу теми мирами, которые на меня насыпали. И они мне дали новый завет, а сами обедали. И когда вышли, я стал молиться. Чего мне не хватать? Веры. У меня нет веры. Я владею то. У меня денег полно. У меня здоровье отличное. Хирики там не работают на плотность. А веры нет. Я умру. Меня никто не мог убедить, что я спасусь. Никогда я знал, что я иду в ад. Я не делаю, что другие. Не матерюсь, не пью. Женщин не знаю. Вообще не знаю. Я погибшим. А то Дух Святой говорил. И вдруг дверь открыта. За меня мои грехи взял Христос. И Он заместитель. Меня заместил. Я в первый раз помолился своими словами. Они говорят, молись. А я стал, Богородица, Дева, радуйся. Достойно. Они слышат ветер, говорят, подумаешь, как Дух 50. Если было, а не 50-ники. Ну, говорю, думают, пусть хоть так молятся. А потом я закончил молить. Они говорят, а какие требования еще у меня нет? И вдруг я понял, веры нет. Как все во мне дрогнуло. Господи, дай мне веру, что здесь написано в этой книге. И Бог послал. Я занимаюсь языками. Аня меня сразу вторую главу для Аня апостола. И заговорили на иных языках. Как сразу? Хотя я за три, половина месяца научил язык. Я понимаю, это настойчивая работа. Но сразу я не поверил. Он говорит, хорошо, выделяйте с традицией. Хозяин. А ты во что не веришь это? Корочки остались. Я понял. Так что же делаешь? За меня умер именно. И именно за тебя Он умер. Я потом считаю, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы немецкие знаете. Я не знаю немецкого. Он здесь родился. Что это правда? Он не знал. Русский со словарем. Слушайте, тут недавно выходят. Максим Каскунс, его запретили. И обо мне спрашивает. Он говорит, я ему внущатка. Я обратился в членство Агеннадия Фаста. Агеннадий Фаст в доме Игнатия. Вы мне внущатка приходитесь. Я рад. Очень серьезные люди приходят. Вот у нас только что пришел студент. Через интернет. Вот этот человек через инверситет пришла. Где она? Нина. Нина. Не на стояние. Шесть лет ее в храм не запускают. Я вам говорил про это. Шесть лет в клочках. Наша сестра ее спиридон не запускает. Она стоит на улице. Ногами. Снегу. До земли простаивает. Но никуда не уходит шесть лет. Стояние Нины называется. И зато, чтобы Игнатия от этой классы не ходила к нам. Она говорит, я в университете через него услышала. Обратилась. Подними, Нина. Покажи себя. Нина Александровна. И на него ни у него права, ни счет. А мы поняли. В этом что-то. И поэтому она спрашивает, что делать? Кому писать? Я говорю, Богу скажи. Я принимаю это как радость. Она говорит, я нашла в этом радость. Что я молюсь Богу здесь. Переминаюсь. Уснуть не могу здесь. Я радуюсь. Надо научиться извлекать ценное. Из ничтожного. Как Ереме было сказано. И тогда Господь говорит, сделай тебя как мои уста. Я молчал. Я хотел молчать. Но внутри меня, в костях моих, как в огонь был разлитый. Я не мог. Вот мне говорят. Заключенные на этапах. Самые свирепствуют там Новосибирские. Конвой. Ну и перекинут. И ты там. На утром встали. Заключенные говорят. Я успел сказать уже им. А можно мы с вами молиться будем? Вы сегодня молились. Семь человек на колени становились. А я еще не начал проповедовать. Я разговаривал с теми, кто сидел. Как Глеб Якунин. Семь лет. Потом там на севере. С баптистами кто сидели. Ни у кого этого не было. Я сразу узнал сколько. 75 человек. А хата, то есть кардера. На 25. И коя, то есть шкона. Всего на 25. И три на одну. Я только захожу. Мир дома всему. А там ты мне видать людей. Ну 75 там в затаренном пространстве. И оттуда такой там бал. Тут нет у нас такого. Вылазит. А ты откуда дед такой? Я говорю, из Барнаула. А какая статья? Я говорю, 190 прим. Что, мента грохнул? Я говорю, нет, 190. Это прим. Это политическая статья. О. Так ты верующий. У тебя может быть божественная книга есть? Я говорю, есть. Да как? Я говорю, а когда ужин? В 8. А отбой в 10. Вот в этот промежуток я буду проповедовать. Ну найдите человека два, который не курит. Чтобы вымыли тщательно руки. А остальные следили, чтобы никто не закурил. Вся камера замерла. Открываются двери. Охранники двух этажей в двери стоят. Это нельзя описать. Человеку-то никто не видел этого. Я говорю, которые не раз сидели в Аптистане, до этого не может быть. Ну не может быть, я и говорю. Поэтому Бог и берет, что не может. И вот как Господь, я поделюсь опытом, написал 17 лет, я в 5 университетах веду занятия. Зная студентов, я студентам говорю, я исключаю из своего лексикона слово «проблема». Американское-то «проблема» ничего не значит. А что? Нерешенный вопрос. Вот министр внутренних дел Нургалиев до вас был. И он сказал, в Российской Федерации 3 с лишним миллиона беспризорных. Вот проблема. Я говорю, нет. Вопрос нерешенный пока. Беремся за него. Я образую детский лазер. Сразу краевая диалустиция. Все зарегистрировано. Получаем землю. Где этот у меня? Вон он сидит, сельскоп. Алексей Семенович. Он помог нам 3 гектара эти, где мы построили все для детей. И я уже 48 лет его директором. Безутим, мы в формате уже 3 года. 48. Ни одного больного ребенка не вышло от нас, а привозили больных. Ни одного не утопили. Проще, тем более, приезжают. Я не вижу, это Светлана. Здесь или нет, Ваша Федерация Светлана? Нет, как-то. Она здесь-то правила. Порой, это она здесь. Уже со своими детьми приезжали. А как? С Богом. Весной лагерь освещается. Ни одного лагеря не встретил, чтобы поднимали в 5 утра. Подъем в 5. Обслуга в 4.40. Первым делом, что? Пробежаться. Гимнастика. За водой сбегать. И начинается молитва. Утренние правила. Это не день, не два. 48 лет. Тут у нас приезжал глава Вашего Томского. Вы знаете, Максима Сипоненко. Я говорю, взял в том, не знаю, человек 5 или 10 за неделю. Сумма сойти, говорит. А тут каждый день. И как примерять? У нас был один следователь из КГБ. Обратился к Богу. Стал священником. Бороться надо с КГБ? Надо как? Пусть через каждого священника один офицер КГБ станет. И все будет. Все время надо бороться, все надо. Ко мне привезли и я стал священником православным. Надо? Надо. И теперь он у Ильи Второго служит там. И вот теперь, когда мы с ними разговариваем, с людьми, у Вас в лагере есть такой, чтобы так начинался? Да нет. В 5. Я в середине недели от акклиматизации спрашиваю. Вы хотите поменять? Никак. Мальчик выиграть, не имеет права девочке пальцем прикоснуться. Я она к нему. То есть эта область мне очень хорошо известна. Дети, студенты столько лет с ними, заключенными 18 лет сотрудничествами. Все это бесплатно. Ни рубля я нигде не получаю. И на душе радость. Я вот тут поделюсь опытом. Однажды я захожу в одно помещение, государственное, а там небольшой собрантующий. 5 человек сидят. Ниже генерала никого нет. А мы только о Вас разговаривали, Игнатих. А что? Более счастливого человека мы не знаем. Краевой судья сидит, прокурор края, мэр города. А по каким параметрам определяете? Вы делаете то, что Вам нравится. Вы любите детей. И сколько против Вас возбуждали уголовные дела, все разгромлено, никого нигде нет. И они это знают и поздравляют. Итак, чтобы Слово Божие звучало, мы с детьми каждый день занимались Евангелием. Не так что-то. По Слову Божьему, так нет. Одна девчонка была такая бедоумная. Как кого-то наказывают, она бежит к уставу и скорее считает. Ни разу не упалась. Не на чем. А другой прямо хулиганит. Ну, матерится, что я могу сделать? Мать говорит, я ничего не могу сделать. Распишите, что я наказываю физически, Вы не будете против. Не против. А как Вы его отучите? А это я хозяин. К нам приезжает профессор психологии, все записывали. Он обидел девочку, ударил, заматерился. А она, наверное, была на предмороже его. А ему уже 12 лет. Перед всем народом. Малеша, было это? Было. Так. Девочка, выйди, вот такая. За что ты ее обидел? Не может ответить. Так, тебе принадлежит наказание. Весь лагерь молится на море. Я вот заложу в отдельную келью. У меня там крапива. Только что сорвал. Жгучая такая. Губами проведи по ней. Он плакать боится. Не надо больше. Выходи отсюда. Всему лагерю говорю. Алеша, ты обматерил девочку? Тебя наказал я. Так, почему ты боюсь? Я боюсь. Я тогда эту крапиву, я уже знаю, что делать. Заварную, рву ее. У меня пузыри на губах. И бросаю. Все захоживатели схватились. Он, я не боюсь. А не боюсь, это японский культ кользер. Никогда не стонать. Не пищать, как нам говорят. Ну и все. Леша положил губами. Больше ни разу не матерился. Другой, мать говорит, купили наручники, приковываем батарею. Из дома все вынес. Наркотики. И отдали его. Фамилия такая подходящая. Полковников. Какой? Ну и как с ним бороться? Полковников. Полковников. Бороться как? Мы с ним. Вот первый раз попался, что когда купались, а там дверь отрывался, раздевал. Он пинал ее. Так, пинал. Пинал, почему? Дурю маюсь. Дурю маюсь. А так вот тебе щурка дал. Ногами пинаю до туда и обратно. Больше ничего не надо. То есть адекватное должно быть наказание и разговор, а дальше с ним. Теперь ты обозвал девочку. Посмотри, Ирина какая. Да, ну видно, что она породистая. Ты лет пять пройдет, ты винтом против нее, а когда на нее будешь ходить-то? Я тебя наказываю. Как? С сегодняшнего дня. Ты будешь играть силой и все время защищать ее. Как настоящий брат. Вот они спрашивают профессора, где учились? Я брал в мире все, самое лучшее. И поэтому нам самое лучшее. Не надо бояться слова еврейский бог у вас. Да, Христос, еврей, Богородица, еврей. Бог избрал этот народ. Батяне 12.3. И мы должны согласиться с этим. Что через них мы получили великое преимущество быть иудеем во всех отношениях. А наипащий в том, что им верно Слово Божие. Наши имена-то откуда? Да у нас Иван Домарев, оба имейские имена. Оба, Андрей. Да когда Андрей? Андрей это храбрый по-еврейски. Чего ты удивляешься-то? Мы должны быть благодарны. Ты хочешь быть благословенным? Там говорится, благословляй этот народ. Вот у меня все получается. Враги завидуют. За последние два с половиной года я в черный список 18 тысяч занес только. Примерно 260 роликов про меня из моих навеску делают. Да сейчас все не может быть. Нашелся человек, который подал на них. Меня попросили на паспорт держать, сфотографировать. И закрыли, вымели. Сейчас поменьше осталось. Находятся люди, которые понимают, что делаем. Я себе не могу приписать ни грамма. У меня нет гуманитарного, мне религиозного образования. Он может сослаться на академию. Там диссертацию. Я знаю биографию. У меня ничего этого нет. Вот сегодня мне говорить, я скажу, я еще не упал перед Владыкой. Тот день вчера, когда туда, я пол первого ночи встал, уже некуда было, приготовился. И вчера, я думаю, какую проповедь сказать. Как сказать? Я ушел в степь. Начался рассвет, я его вижу. Ну а пот, когда бывает, еще есть, не ешь. 82 года. Я почулся, даже колени разжаться. Я благодарю Бога, что Бог услышал и выслушал их. Претензии, то, что я сказал, не ко мне, а к тому, кто написал. Книга Иисуса Новина 1.8. В никак... Да не отходит книга сия, а тут с твоих ног поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить написано. В точности. Не поверхностно. Ну я не могу поститься. Первую, последнюю неделю там маленько попощусь. Златоус говорит, не выйдет. У царя семь дочерей. Ты первый, последний почтил, остальных не знаешь. Царю понравится? Все. Не так. Итак, бегите, чтобы получить. Итак, что я верю, господи, на реставище, на стадионе. Будут многие, но награды получают один. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий в Сына Божий. Не увидь жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Ты исходи только из того, что Бог сказал. Рай и от. Никаких счастей лишь Бог не основывал. Просто мы не знаем про это. Недавно на меня оттолкнулся один католик. Маленько знает. Но я никогда не знал, что... Ну, по одному судить нельзя. Там у Сульман прошло, в прошлом году, 2600. Ни один не считал книгу Коран. Я говорю, только за голуби бабами умеете бегать. Больше вы еще не знаете. У нас, если вещали, и где-то в командировке, где-то один раз чужой женой побыл, семь лет за дверями будет стоять. Я показываю, канон какой. А у вас четыре. У нас даже это безумие не считается. Это дикое, страшное, сатанистское помешательство. Да еще там он на каждую ночь по 40 гурить будет. И каждый раз, чтобы она девственница была. Еще у вас духовное. О рождении свыше не слыхает. Я не трогаю. Я книгу вашу не трогаю. Но вы просчитаетесь. Пятая сура, 68-й аят. О чем говорится? Начинает. Считать не знать. Нам только по-арабски. Я говорю, хоть по верблюжьей читай, но переведи на русский язык. Не знаешь. А зачем ты это читаешь? Аля-ля-ля. А там написано. Всевышний. О, да. Я вот теперь. Дал нам, людям писание. А люди писания это Библии. Мы христиане и евреи. Тору. И инжил. Инжил это Евангелие. И чтобы мы по нему поступали. Я говорю, ваша книга одобряет меня. Ваша книга. А 47-й аят определенно говорит. Прямо потому, что мы люди писания. А как основатель религии мусульманской умер в 632-м году, от Аполлена 7-го. Другого писания не было, кроме Библии. Я ему показываю. Все. И не слышать ничего. Я говорю, ты им покажешься. Я не трогаю вашу. Но у нас написано. Деяние апостолов 4-12. Нет другого имени под небом данному человеку, которому надлежало вновь спастись. То есть кроме Иисуса Христа. Грех прощает он, потому что за нас умер. И с ними разговаривать ты лишнее не скажи. Поэтому я к табу запрету на слово Аллах не произношу. Мухаммад не говорю. Коран не говорю. Я считаю Евангелие. А по Евангелию написано. Ну, пророк, у вас же сказала Иса. Иса, это Иисус. Я говорю, сказал, что за мной придут многие же пророки. Определенная щетка. И кто не смотрит Христа, пришедшего во плоти. Это не просто так. Первое послание Иоанна и второе. Дух антихриста, я бортитель. Я этого и держусь. То есть и нету, и нету, и ни слова нету. Вот это сказано. Галатам 1, 8, 9 прямо. Если мы апостолы, или ангел с неба, вы называете Джибраил, Габриил, придет и будет говорить не то, что мы говорили в Писании, да будет она прямо. Вы сами решите, на какой стороне будете стоять. Я не трогаю ваши книги. Не критикую. Но вы сами подумайте. Да там все одинаковое. Я дал много лет. Я говорю, расхождение. Да вам это погодится? Все, зайдите ко мне. 5216 между Библией и Кораном. 5216. Почему я не просчитал? Ну, я молодой, только 32 года. Я говорю, что вам просчитать от корки до корки медленно. Всевышний дал нам закон. Вот так вот. Нужно ровно 16,5 часов. Ни один это не скажет. Это мои наработки. У нас Библию насчитать. Я дважды. Вы отберёте моим голосом. 90 часов. 89 и там... 90. 90 и 16 сравня. А наша Библия больше их книги. 5,6 разных. И мы ее знаем. Мы ее считаем. Наши дети отвечают на вопросы. Вы ничего не знаете. Почему? Я стыжу. А если по вашей книге, вы должны увидеть, и жил. Никто не знает. А вот...